За срыв отопительного сезона губернатор Борис Дубровский пригрозил главам личной ответственностью и напомнил, зима только начинается. Обращение к руководителям городов и районов прозвучало на последнем в этом году совещании. Там же глава региона озвучил нововведение, которое ждет Челябинскую область в новом отопительном сезоне. Все подробности в репортаже Егора Хвисюка. Ну давайте я подниму двоих. Ну собственно, пять минут позора снова сел и живу как живу. Ну и весь разговор. Ну так не должно быть. При этом заложниками нашей работы, вот такой какой-то, вот как получает, как получится, вообще-то говоря являются люди. Вот этого мы не можем забыть, да? Вот этого мы забыть-то не можем. Заложниками являются люди. И здесь я хочу понять, а что мы будем делать дальше? Каким образом мы больше будем этими процессами управлять? Финансовым образом, мотивацией там, стимуляцией. Надеюсь, мы все отличаем мотивацию стимуляцией, да? Негодование главы региона вызывает доклад заместителя Сергея Шаля. Только 22 муниципалитета из 43 получили паспорта готовности к зиме. Остальные оказались не готовы. Но не из-за технических причин, а из-за того, что не успели вовремя подготовить необходимые документы. Губернатор Борис Дубровский напоминает главам о личной ответственности за невыполнение задач. Никто не освобождает нас от этой ответственности. Тем более, что зима только начинается. В новогодние праздники, по прогнозу синоптиков, температура воздуха опустится до минус 30 градусов, напоминает главам Борис Дубровский на последнем в этом году совещании. Требует предоставить ему не только систему управления процессами, связанными с подготовкой к отопительному сезону, но и предоставить динамику роста получения паспортов готовности и перехода от формального документа без аварийной работы. Так, в этом сезоне сорванные сроки подачи тепла были в Копийске. Почти месяц не было отопления в школах и детских садах. В Троицке из-за смены теплоснабжающие компании не успели подготовить сети. В первые дни отопительного сезона случились множественные порывы на теплотрассе. Их устраняли мобильные бригады из Челябинска и Магнитогорска. В Ногайбакском районе экстренно пришлось остановить работу садика из-за ветхих труб. Температура в группах была всего 12 градусов. Губернатор Борис Дубровский предлагает подчиненным подумать над тем, как в будущем году будут финансироваться территории, не получившие паспорта готовности. Ведь ежегодно область дает на эти цели деньги. Мы не можем, собственно, раз и не выделить деньги в территорию, потому что там глава некачественно работает. Но мы же не главе выделяем, выделяем территории для нужд, собственно, граждан. Идея возникает тут же на совещании у самого губернатора. После доклада министра экономического развития Сергея Смольникова он представил итоги проектного управления в 2017 году. Образование, моногорода, безопасные и качественные дороги, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, ЖКХ и городская среда, экология – все эти направления получили федеральное финансирование. Борис Дубровский поручает внедрить эту практику по больной теме – получение паспортов готовности к отопительному сезону. Вот есть риски, там есть, собственно, карта, есть графики, есть финансирование, есть, собственно, постановка задачи, есть проектная команда. И вот мы должны получить паспорт готовности к какому числу? 15 ноября. 15 ноября. Вот по будущему году организуйте мне, пожалуйста, вместе с Министерством экономического развития, как некий, тот дает методику проектной деятельности. Вот эти проекты, проекты, и считаю, что будем их считать приоритетными проектами. Проектное управление поможет дисциплинировать все муниципалитеты. Включиться в проект должны будут все без исключения, считает вице-губернатор Сергей Шаль. Я согласен с Борисом Санычем и его замечание о том, что в этом деле мелочей не бывает, и неправильно подготовленные документы, в конце концов, тоже могут привести к тому, что там что-то не так сработает. Поэтому я думаю, что этот опыт обречен на успех. Остаются города и районы без тепла, и из-за долгов с прошлого года муниципалитеты нарастили его более чем на 20%. Только компании «Новотек» задолжали 1 миллиард 800 миллионов рублей. Рассчитаться с поставщиками голубого топлива многие не могут уже несколько лет. Абсолютный рекордсмен – поселок Локомотивный. За должность там копится на протяжении 26 месяцев. Есть проблемы и в других территориях. Это Катав-Ивановский муниципальный район. Здесь не организована работа по сбору денежных средств, по оплате поставщику газа. То же самое мы наблюдаем в Иманжелинском районе, в Локомотивном городском округе, где, в принципе, те люди, которые отвечают сегодня за теплоснабжение, администрация, просто уклоняются от тех решений, которые мы достигли в правительстве Челябинской области. Губернатор Борис Дубровский отметил, что за игнорирование долговых обязательств главы также должны нести персональную ответственность. Идти на крайние меры, то есть отключать должников от газа, ни его поставщик, ни региональные власти не намерены. Но, возможно, пора применить административное воздействие. Егор Хвисюк, Антон Захаревич, ОТВ.